Добрый день! В эфире Фактор ТВ, программа Ключевой Фактор. Мы продолжаем следить за важнейшими событиями в Армении и вокруг НЮ. Гость нашей студии – политолог Самвел Мелексетин. Здравствуйте, Самвел, и спасибо, что нашли время прийти к нам. Россия, помариновав несколько часов в аэропорту и в каталажках азербайджанского блогера Камиля Зайналы, который обвиняется в Армении в том, что обезглавил армянского старика в Нагорном Карабахе, отпустила его в Баку. Вы удивлены? Нет, я ожидал сразу, что будет такое решение. Это было очень предсказуемо. Я удивился, что сама ситуация была как-то озвучена, представлена, но то, что выпустят, это было очевидно. Сам факт того, что произошло задержание, удивил, наверное, больше, да? Не только задержание, а то, что это было преданно огласке. Потому что, скорее всего, этот вопрос, было понятно, что решится польза Азербайджана, причем, возможно, эта шумиха была, я не знаю, вот именно меня удивила эта шумиха, вот эта тема. То есть, он сам просто встал и в Инстаграм написал о том, что меня задержали. Ну, поскольку было понятно, что его выпустят, да, и поскольку было понятно, что, то есть, конец очень предсказуемый, то, что вот это все стало как-то известно всем, это было похоже на какую-то попытку показать, что, ну, какой-то демонстративный шаг, да, но, может быть, это было связано с тем, что он сам вышел, то есть, сам предал это широкой огласке. Ну, вот, было очень все предсказуемо, и, в принципе, и в Азербайджане, кстати, меня удивляет, там, почему-то люди не верят, что человек такой мог совершить, то есть, сказать, что это не он, или там убили азербайджанского пастуха, который сообщал армянам какие-то сведения, имя этого человека хорошо известно, это Юрий Асриян из Кадру, там, из Азоха, да, села Азох Кадруского района, то есть, все данные известны, и это действительно имело место, да, и это действительно, ну, это варварский поступок, ну, не знаю, но то, что отпустит, было очевидно. — Параллельно в армяно-французских отношениях новых виток, скажем так, подъема, они на подъеме, сейчас как раз в Ереване находится министр обороны Франции, армянская сторона и французская углубляют сотрудничество по ряду направлений, и вот французский министр заявил, что мы также будем развивать отношения, углублять эти отношения, мы передадим вам ПВО, если оно вам понадобится, продадим точнее, и говорил о том, что мы также будем передавать, возможно, ракеты малой или средней дальности, если на это будет необходимость. Как, по-вашему, будет Москва реагировать на то, что сейчас происходит в отношениях между Ереваном и Парижем? — Ну, Москва уже очень давно на это реагирует очень нервно, да, она, ну, она, очевидно, недовольна тем, что происходит в армяно-французских отношениях. — Вопрос, знаете, скорее к тому, эта нервная реакция будет только на уровне риторики, или она выльется в какие-то конкретные действия? — Конкретные действия сейчас ограничиваются, понятно, войной, то, что происходит, но политика шантажа, она исходит либо прямая, либо косвенно через Азербайджан, попытки опять как-то обострить армяно-азербайджанские отношения, и выиграть на этом дивиденды посредника, да, который присутствует непосредственно на земле в этом регионе. Ну, очевидно, что политика Москвы, политика шантажа, она сейчас испытывает глубокий кризис, и вот такое поведение, оно вообще на постсоветском пространстве привело к тому, что почти все республики бывшего Советского Союза, ну, либо это очевидные заложники в лице Лукашенко и Белоруссии, либо, если посмотреть общественное настроение, ну, Армения, она всегда была исключением, это было, ну, например, если мы берем себе книги, да, про советский национализм, еще в 60-е годы, 20-е века, там были, там, казахский национализм направлен против России, азербайджанский против России, но это все в колониях, да, постколониальные, хотя они направлены против метрополита. Армянский национализм не имел вот этого измерения антироссийского, но сейчас в Армении понятно, да, что происходит, то есть я не знаю, при том, что у нас это очень медленно менялось, очевидно, что большинство населения очень критически настроено к политике Москвы, в Москве вот это не понимая, они думают, что эти шаги ведут к шантажу властей Армении, но это ведет к тому, что население Армении уже, и причем это такая безвозвратная вещь, да, вот эти изменения. Поэтому Москва, конечно, будет пытаться вернуть свои позиции в регионе, наверное, вообще во всем постсоветском пространстве, но сейчас она настолько сильно вовлечена, она борется со всеми практически, да, и вот эти непонятно, к чему это приведет. Это может вести к радикализации ее шагов, либо она просто посчитает, что Армения ей не нужна, и каким-то образом попытается сохранить другие преимущества и рычаги влияния, как это происходило с Грузией, да, то есть, в принципе, она разорвала очень многие виды отношений, не имеют прямого влияния на Грузию, присутствие даже дипломатическое, но при этом Грузия зависимая, да, в определенной вопросе страна. Я думаю, эта модель может быть применена и к Армении. То есть, на самом деле, можно ли констатировать, что рычаги влияния, которые остаются сейчас у России на Армению, они остались только экономические? То, что это действительно реально... Ну, во-первых, Армения уже не воспринимает Россию как казак, гарант о безопасности, она воспринимала так, ну, как минимум с 1992 года, когда был подписан договор, то есть, вот этот ОДКБ тогда он назывался иначе, потом, значит, в 97-м уже вот этот российско-армянский договор. Ну, мне кажется, сейчас это все поменялось, и общество, и власти в Армении уже так и не рассматривают Россию. Есть очевидные преимущества в экономических отношениях, они связаны с тем, что Армения также служит определенной площадкой параллельного импорта, да, в Россию разных товаров и прочее, прочее. И понятно, что Россия от этого зависит в том числе. Мне кажется, это тоже была причина, почему Россия так мягко, условно говоря, реагировала на многие вещи, на которые она раньше, возможно, могла бы реагировать жестче. Но это в моменте, то есть она сейчас мягко реагирует. Если в будущем изменится конфигурация на украинских фронтах, а кажется, она сейчас меняется в пользу России, понятно, что как или иначе этот конфликт в Украине будет заморожен. И у России появятся какие-то новые ресурсы, в том числе на этот регион. Мы не говорим сейчас о каких-то гипотетических силовых сценариях и так далее, но Россия как империя вообще, она склонна, если говорить исторически, мстить за какие-то то, что они сами называют в кавычках ударами в спину, или она все-таки смотрит всегда в будущее или в настоящий момент, организуя свои отношения со странами. Ну, при том, что поведение России всегда вот эта экспансия и желание сохранить свое влияние, причем основываясь не на каких-то общих, каких-то мейнстримных ценностях, а на какой-то реакции. То есть мы противостоим Западу каким-то ценностям, которые в 19 веке это был национализм, например, либеральные какие-то вещи, даже отмена крепостного права очень долго была в России актуальной темой, и все это рассматривалось как... То есть западное влияние рассматривалось как угроза не просто внешне, но и внутренне. То есть это изменение культуры, изменение политического строя и прочее. И это измерение российской политики, оно осталось. Но с другой стороны, у России меняются элиты, они пытаются это создать. То есть желание ее сохранить свое влияние и экспансию, оно остается, но направления и конкретные формы, они могут меняться. В любом случае, я не думаю, что Россия так легко от всего этого откажется. То есть понятно, что она будет предпринимать шаги, чтобы вернуть свое влияние, но как это будет происходить, это еще зависит от того, как будут развиваться армяно-азербайджанские отношения. Здесь, мне кажется, у Азербайджана политика, она неразумная в том смысле, что продолжая вот этот силовой шантаж и давление на Армению, они могут потом оказаться в одной и той же лодке. И Армения, и Грузия, и Азербайджан. Понятно, что желание России иметь влияние на Армению, оно не на Армению, это на весь регион, и все страны региона в этом смысле являются ее потенциальными, скажем так, клиентами. И Азербайджан сейчас, если проявит более разумную, так скажем, внешнюю политику в армяно-азербайджанских отношениях, это уникально для Азербайджана, для Армении это тяжелое состояние, для Азербайджана это историческое состояние, то, что они, по сути, решили карабахский вопрос, закрыли его для себя, и Армения даже с этим согласилась, то, что невозможно было вообразить раньше. И при этом они продолжают вот эту абсолютно неразумную политику, которая в том числе и ослабляет их позиции в долгосрочной перспективе. При этом, говоря о России, мы, наверное, забываем российскую диаспору, армянскую диаспору в России, и ее роль вот в этих процессах, которые могут развиваться между этими двумя странами, Россия может как-то использовать эту диаспору как инструмент давления на Армению, или этот поезд тоже ушел? Ну, она всегда это использовала, это даже в 18 веке у нас в армяно-российских отношениях, то есть Иосиф Аргутинский, который был митрополитом, да, и главой армянской епархии в России, он, например, интересно, он отправлял письма в Эчмиадзинский католик Асад и в Ганзасарский. Ганзасар всегда был то, что да, мы готовы поднять восстание и прочие, лишь бы русские войска прибыли. Эчмиадзин был осторожен, потому что он осматривался, он несколько раз был опыт, когда они там что-то думали, придут русские, а потом они не пришли, и они оказывались под этим давлением. Да, Иосиф Аргутинский очень осторожно отвечал на армянском языке, а Иосиф Аргутинский подделывал это сообщение, то есть армянский текст и русский. В армянском тексте все очень осторожно, никаких обещаний в русском, да, приходите, мы вам поможем, всячески и прочее, прочее. То есть диаспора, она всегда в этом смысле является инструментом влияния и давления на Армению, плюс у него есть своя еще идентичность, которая встроена в российскую одновременно и армянскую. То есть для них очень нормально, что Армения является как бы продолжением России. Поэтому, я думаю, Россия будет использовать этот фактор, очевидно, она и сейчас использует, и в прошлом использовала, в том числе через инвестиции, диаспоры, через переводы, через хопанщиков, и прочее, прочее. Но я думаю, вот проблема в том, что вот именно политика шантажа, она уже контрпродуктивна. Она, наоборот, убеждает все больше и больше армян в том, что Россия это какая-то такая враждебная сила, которая пытается только тебя навредить. И вот они уже эту грань не понимают. Вот это ключевая проблема. Пашинян также в интервью France 24, телеканалу французскому, которое было дано вчера или опубликовано вчера вечером, он говорил о том, что Россия по своим телеканалам и через некоторые высокопоставленные лица в сентябре-октябре призывала к свержению власти в Армении. Он прямо вот так, настолько прямо озвучил вот это обведение, впервые за все это время. До этого он говорил какими-то полунамеками, скажем так. Ну, мы можем предположить, что он, возможно, имел в виду Маргариту Симоньян, возможно, он имел в виду Дмитрия Медведева и так далее. Но вот Россия сейчас после таких уже прямых выпадов, она пойдет, как по-вашему, на большее обострение, на риторическом уровне, опять же, отношений, или она будет пытаться просто, как всегда Пескова это делает, говорить о том, что мы будем обсуждать с нашими партнерами, союзниками и так далее. Мне кажется, здесь надо смотреть. Ну, то есть, та Россия, которую мы знаем до этого, она делала примерно так. То есть, она все время давила, например, в российско-украинских отношениях, да, когда была первая оранжевая революция, то есть, там постоянно было, с одной стороны, давление на Украину, с другой стороны, попытки договориться, но вот эти два рычага, они всегда сохранялись, активизировалось в зависимости от условий, то одно, то другое, но, конечно, цель, конечно, каким-то образом поменять некомфортную и невыгодную для себя ситуацию. То есть, в принципе, Россия в этом случае, она будет использовать все рычаги, которые у нее есть, это очевидно. Здесь вопрос в том, что вот то, что у нас было, скажем, с 2004 года, 2008, когда была, ну, вот Южная Сетья, Абхазия, вот вся эта история, да, необычная, и, по сути, с этого началось уже прямое российское вмешательство и вооруженные конфликты на постсоветском пространстве, новые, да, там Донбасс появился и прочее. То есть, все это шло по постепенной эскалации, любое противодействие, оно сначала как-то она пыталась адаптироваться, потом она пыталась это изменить в свою пользу и очень грубыми методами. Если вот эта логика продолжится, конечно, она, вот то, что сейчас есть, я думаю, будет развиваться по этому пути. Но у нас есть вот именно фактор неопределенности за счет того, что есть война. При этом у нас нет с Россией общей сухопутной границы, однако на территории Республики Армения присутствуют российские войска. Это что 102-я база, что ФСБ, что некоторые другие подразделения, пограничники и так далее, которые стоят там на разных участках нашей границы. Николай Пашнян в том же интервью, на которое я только еще ссылался, говорил о том, что, окей, с ОДКБ у нас отношения сейчас заморожены, но российская военная база — это другой вопрос, и мы сейчас не рассматриваем вопросы ее вывода, изменения ее конфигурации, как она здесь находится и так далее. Вот все-таки вопрос вот этой базы, так как все-таки начинает уже всплывать, 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 понятно, что в какой-то определенный момент появится хотя бы обсуждение на эту тему. И вот хотелось бы понять, а что сегодня собой являет российская военная база в Республике Армения? Зачем она нам глобально? Ну, российская военная база уже, конечно, потеряла свою первичную функцию. Это как каранда некоторые страховки, прежде всего, от нападения со стороны Турции, это ее роль была, ну, в начале 90-х архитектура безопасности Армении была сконструирована вот по этому принципу, что Россия и база являются таким надежным гарантом. Эту функцию она потеряла, то есть понятно, что Россия уже не играет сдерживающую роль в этих процессах, в отношениях Армении с Турцией, тем более с Азербайджаном. И это получается, проблема российской базы превращается в проблему, а как с ней быть, да? То есть если это просто чужая армия на твоей территории, она не выполняет функции, которые она предусмотрена выполнять, но при этом, если ты попытаешься ее убрать, у тебя появится новая угроза безопасности, да, вместо той, которую она должна была, условно говоря, нейтрализовать. И я думаю, это такая проблема, которая не очень тривиальна, и армянским властям понятно, почему они пытаются быть осторожными. Понятно, что если бы сейчас в Армении были возможности, был бы поставлен вопрос об уходе российской базы, но все риски они понимаются. И как минимум до урегулирования отношений с Азербайджаном и с Турцией Армения этот вопрос уже серьезно не будет поднимать. Но если отношения будут урегулированы, само присутствие, оно уже тоже превращается уже даже чисто формально, да, то есть Турция уже если не будет представлять такой угрозы, с ней будут дипломатические отношения и прочее, но даже формально как-то сказать, что мы здесь нужны, ну это будет очень странно, да. Но опять же эта проблема, по-моему, будет еще долго актуальна, и ее невозможно так легко решить. Это ведь и в Москве понимают, что при решении армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношениях база будет иметь чисто формальное значение, либо ее попросят, да. Следовательно, что будет делать Москва для того, чтобы не допустить этого сближения? Ну, это не только вопрос базы, это вот общий вопрос сохранения своего влияния и присутствия в регионе, да. Понятно, что Москва будет пытаться это влияние удержать, а у меня, но когда эти вопросы будут решены, но это ей будет сделать гораздо сложнее. И я не знаю саму базу, ну, то есть это очень комичная будет ситуация, если здесь будет база, которая просто она есть, но никаких таких функций не выполняет, это понимают все, в том числе Армения. И я думаю, тогда, возможно, будет поставлен вопрос о том, что, ну, как минимум она должна финансироваться не из армянского бюджета, да, не из средств Армении, и каким-то образом, то есть она станет тягостной для самой России. Но, опять же, вот все, что у нас происходит в нашем регионе, зависит от того, как будет развиваться российская, украинская война, да, и чем она закончится. Вот чему можно, например, научиться с этой точки зрения в ситуации с базой у Азербайджана? Вот я сейчас вспоминаю ситуацию с Габалинской РЛС, когда никто Россию, грубо говоря, не вытурил оттуда напрямую, но подняли арендную плату с 7 миллионов до 300 миллионов, причем сделали это не сразу, но дали возможность как-то сохранить России лицо, наверное, при выводе этой базы, то есть самой вывести это. Вот какой-то такой жест, какой-то такой шаг, он может быть для Армении полезным для того, чтобы лишний раз Россию не раздражать. Или сам факт и попытка убрать эту базу с территории Армении будет воспринят довольно-таки жестко, грубо, и реакция будет грубой, вне зависимости от того, в какой, насколько это дипломатично, красиво и так далее будет сделано. Когда убирали Габалинскую базу, там просто ситуация была другая, Россия была другой, плюс у нас вот Грузия, Азербайджан, да, из Грузии Ахалкалаки, потом ушли российские тоже. Там это произошло довольно-таки грубо, и реакция России так же. Но она не сразу была такой грубой, то есть постепенно, постепенно. С Азербайджаном у них не было, поскольку они Грузию воспринимали именно вот еще как опасность с точки зрения ценностей, вот эти западные ценности, модель другая, государство на постсоветском пространстве, оранжевые революции и прочее, цветные, да, как они называли. В Азербайджане этого не было. То есть азербайджанский режим для них всегда был внутренне таким комфортным, привычным, то есть это в принципе то, что должно быть даже на этом фоне Россия всегда могла выглядеть. Ну вот какие-то дикари вокруг, да, и тут вот страна-цивилизатор, которая поддерживает какой-то порядок и прочее, прочее. А если эти страны развиваются по более успешной модели, они достигают каких-то результатов, интегрируются в большой мир, ну это уже значит с нами что-то не так, да. Вот это в случае Азербайджана этого никогда не было. Плюс и присутствие было специфическим, это технический РЛС, да, это такой специфический объект, а если у тебя база, еще пограничники, то есть в Армении это присутствие гораздо более глубоко. Ну в любом случае, да, вот это решение этого вопроса нетривиальное. Армения, мне кажется, ну это действительно бессмысленно, когда Армения за свои деньги содержит чужую армию на своей территории, когда в принципе в армянской армии до сих пор огромное количество проблем, в том числе там с оборудованием своих позиций, даже одежда, да, вот многие говорят обувь армянской армии, это действительно очень больная тема. Больная тема, да, даже такие мелочи. То есть в принципе надо исходить из своих интересов, защищать эти интересы, понимать, что действительно это опасная страна, но мне кажется в случае России главная задача это максимально как бы диверсифицировать свои отношения, собрать подкожный жир для каких-то кризисных ситуаций и также ждать, что изменится сама Россия, поскольку вот пока этого не произойдет, это очень непредсказуемая опасная страна. Я просто продолжу логику этого вопроса, ждать изменится сама Россия, то есть ждать пока затикают биологические часы у Владимира Владимировича Путина, или вы можете ожидать каких-то других изменений, наблюдая за сегодняшней Россией? Ну проблема в том, что Россия действительно в этом смысле очень непредсказуемая страна. Там помимо биологических часов, разное, даже, ну у нас в прошлом году было неожиданно, да, вот этот поход из Ростова, который никто не ожидал, и, то есть степень анархии, беспорядка, она была удивительная, когда, как встречало население и прочее, прочее. То есть, что происходит, проблема вот этих всех режимов закрытых, там, как эти глубинные процессы происходят, никто не понимает, да, а вдруг что-то происходит... В том числе они сами очень часто, да? Да, ну у них картина, наоборот, еще более упрощенная, чем даже у их критиков, поскольку их критики, они же выбирают какие-то моменты недовольства населения и какие-то такие недостатки, и на этом акцентируют внимание, укрупняют их, а власть, она наоборот пытается... Она использует огромные ресурсы, чтобы показать, что все хорошо. Причем это же колоссальный ресурс, невозможно в течение десятилетия менять картину реальности. Это энергоемкий очень процесс, и рано или поздно начинает эта система нарушаться, какие-то такие нарушения, да, они становятся все более очевидными, как в этом программировании, разные такие участки кода уже не работают, и потом бах, и сама система начинает разваливаться. То есть здесь непредсказуемых факторов очень много, но главное, мне кажется, вот если мы будем ожидать, с одной стороны, что изменится Россия, только вот это, важно то, чтобы изменилась Армения, поскольку надо понимать, что эти угрозы могут быть и не только в лучшую сторону, но и в худшую сторону. И возвращаясь к вопросу о ценностях, о которых вы говорили недавно, Николай Пашинян, комментируя в том числе получение Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС, говорил о том, что мы теперь должны просто учитывать тот факт, что ЕС фактически приходит в наш регион. Сейчас в регионе фактически два кандидата на вступление, это Турция, которая, скорее всего, при нашей жизни туда не вступит, и Грузия, у которых перспективы еще более-менее относительные какие-то есть. Вот Армения, как по-вашему, будет перестраивать вот именно экономический, скажем так, вектор своих отношений с Россией, говоря о ЕС, несмотря на то, что все время она подчеркивает важность именно экономического блока отношений с Россией и с блоком этих стран? Да, эти изменения происходят уже на наших глазах, то есть мы увидим, что меняются отношения с ЕС, причем если в области вооружения, то есть в военной области сотрудничество оно ограничено разными факторами, мы видим, что до сих пор речь идет об оборонительном вооружении и прочее-прочее. В экономике, я думаю, есть таких ограничений меньше, и плюс кризис отношений ЕС-России и вообще их роль в мировой политике, с учетом того, что происходит также в США, и ЕС, по сути, может остаться один на один с Россией вот в этом противостоянии, да, то есть в этом смысле ЕС пытается перестраиваться, особенно Франция, мы видим, очень сильно меняется и пытается стать новым лидером, одним из важных лидеров западного мира. В этом смысле Армении надо, конечно, наращивать эти отношения экономические, надо создавать именно какие-то альтернативы и ослабление своей зависимости от одной страны, причем от любой, да, то есть это все должно быть в разных пакетах, скажем, корзинах. Поэтому я думаю, то есть, если говорим не о резких шагах каких-то политических, поскольку, по-моему, за политическими шагами, такими резкими, всегда должны быть именно наличие альтернатив, чтобы потом не оказаться перед более серьезным кризисом. Спасибо большое за интересную беседу. У нас в гостях был политолог Самвер Малик Сатьян. Спасибо, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова